Дистанция в полтора метра, маски и перчатки. Заседание попечительского совета и совета фонда истории Отечества прошло в условиях, которые диктуют современные реалии. Собравшиеся обсудили итоги работы фонда за предыдущие четыре года. Предыдущие четыре года фондом была проделана по-настоящему масштабная и значимая работа, поддержанные более 450 историко-просветительских проектов. Почти половина из них реализовывалась в регионах России. Деятельность фондов хорошо заметна, ориентирована на самую широкую аудиторию, ну и прежде всего на молодежь. Начиная с 2017 года фондом было реализовано 129 международных и всероссийских мероприятий, 160 выставок и почти три десятка археологических экспедиций. Выходят фильмы, выпускаются исторические книги, активно развиваются просветительские онлайн-проекты. Один из них «Диджитал Петр», реализуемый совместно историческим обществом, фондом истории Отечества и Сбербанком. Он нацелен на распознавание рукописи Петра Первого с помощью технологий искусственного интеллекта. Современные технологии, технологии искусственного интеллекта позволяют ставить вопрос о том, чтобы с помощью этих технологий помочь человеку, помочь историкам ускорить эту работу, выполнить за них самую трудоемкую, рутинную часть по распознаванию этих текстов. Естественно, потом нужно будет понять, что Петр имел в виду, и когда употреблял какие-то сокращения или иностранные слова, ну и просто вписать вот этот Петровский текст в исторический контекст. Конечно, машина не заменит человека, но помочь человеку, серьезно помочь, она может. Идет и начатая в этом году работа по сохранению, изучению и туристическому использованию объектов, связанных с оборонительными линиями XVI-XVIII веков, так называемых засечных черт. Одним из самых популярных среди любителей истории стал интернет-проект «Цифровое Средневековье», который позволяет проследить в исторической динамике изменения границ Руси, а также государств Средневековой Европы, в планах создания версии сайта на английском языке. Впереди работа по увеличению контента, наверное, по переводу на английский язык, если мы все-таки говорим о Средневековой Европе. Подходы к решению этой задачи, они в мире делались, но, в общем, по таким независимым оценкам нам уже удалось продвинуться дальше. Полным ходом идет работа над проектом «Рио Компас» – крупнейшей библиотеки онлайн-ссылок на достоверные исторические материалы. В общей сложности 3000 ссылок, разделенных по хронологии и жанрам, будут размещены в интернете в начале следующего года. Портал поможет всем желающим, в первую очередь школьникам и учителям, найти в интернете достоверную информацию о прошлом нашей страны. Кроме того, совместно с Министерством просвещения и дальше будут проводить ежегодный конкурс для учителей истории. Более 500 учителей приняли участие в традиционном всероссийском конкурсе «История в школе, традиции, инновации». Надеюсь, что финальный этап этого состязания, как и прежде, состоится в очном формате. В таком случае, безусловно, постараюсь лично поздравить победителей. Кроме того, отмечу, что новый всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью, также был организован фондом. В нем поучаствовали более 700 педагогов, сотрудников музеев, общественных организаций и библиотек. Это очень важная и востребованная инициатива, отражающая усиление воспитательной компоненты в современном школьном образовании. Фонд «История Отечества» – некоммерческая организация, созданная по указу президента в апреле 2016 года. Для ведения уставной деятельности фонду предоставляется субсидия из федерального бюджета. Отмечу, что выделенные фонду бюджетные средства расходовались достаточно эффективно и рационально. Но успехи в работе фонда, на мой взгляд, подтверждают правильность выбранного нами курса. Теперь фонду предстоит двигаться дальше, укрепляя свои позиции и постепенно расширяя круг направления деятельности. Конечно, основную роль в структуре финансирования фонда играет бюджетная субсидия. Поэтому непременно будем думать, как в перспективе увеличить ее объем. Вместе с тем, полагаю, что было бы неплохо постепенно наращивать долю внебюджетных средств, что позволило бы со временем приступить к новым востребованным проектам. Поддерживать планируют и талантливых студентов. В следующем году будут учреждены именные стипендии фонда для учащихся исторических факультетов. Также за счет средств фонда будет вестись подготовка международных исторических школ для зарубежных русистов и иностранцев, обучающихся в России. Еще одна инициатива родилась прямо в ходе заседания, после выступления ректора МГУ Виктора Садовничева. Может быть, нам сформировать проект, ну и рассмотреть вопросы поддержки этого проекта фондом «История Отечества». Проект, ну, примерно такой, проведение ежегодного фестиваля студенческих агитбригад с песнями и со стихами, посвященными Великой Отечественной войне. По линии фонда совместно с Институтом российской истории РАН почти завершена работа над созданием трехтомника «История Севастополя». Полным ходом идет написание двадцатитомника об отечественной истории. Книги будут выстроены по хронологическому принципу. Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация. Труд станет первым подобным изданием после выпуска многотомной истории СССР еще 40 лет назад. «По двадцатитомной истории России мы за этот год, по договоренности с фондом, подготовили 195 печатных листов текстов, текстов только наших приглашенных нами участников, то есть ученых из других институтов, вузов, музеев и так далее. И это 195 листов, это фактически три тома нашего издания. Это очень серьезный вклад. И я благодарю фонд за эту помощь и поддержку». А вот рассекреченные документы заседаний секретариата ЦК КПСС позволят глубже взглянуть на управление страной после оттепеля. Новый сборник в ходе обсуждения представил руководитель Федерального архивного агентства. Он отметил, что выход этой уникальной книги стал возможен благодаря поддержке Фонда истории Отечества и Германского исторического института в Москве. «Перед нами не просто очередной сборник, а 944-страничный тон, открывающий большой научно-издательский проект, публикацию рабочих записей, протоколов заседаний и стенограмм секретариата ЦК за 1965-1991 годы». На основании решения, принятого Советом фонда еще в июле этого года, были разработаны изменения в устав, связанные с формированием, пополнением и использованием целевого капитала фонда, так называемого эндаумента. Так, Фонд истории Отечества и Газпромбанк договорились о сотрудничестве в рамках создания целевого капитала, формирующегося за счет пожертвований. В дальнейшем средства эндаумента планируется передать под управление банка. А доход, полученный в результате управления целевым капиталом, будет направляться на реализацию уставных целей фонда. «Пользуясь случаем, приглашаю членов попечительского совета принять участие в формировании эндаумента. И чтобы самому, конечно, не оставаться в стороне от этой работы, планирую до конца текущего года перечислить в целевой капитал сумму не менее месячного заработка». Инициатива Сергея Нарышкина о пополнении целевого капитала тут же нашла отклик у участников заседания. Так, заместитель министра культуры Николай Овсиенко предложил всем попечителям перевести в эндаумент свою месячную зарплату. «Если председатель Бабчийского совета Сергей Сергеевич согласится с этим, я бы в качестве рекомендации попечителям предложил последовать вашему примеру и как минимум свою месячную зарплату или до конца года, или в следующем году перевести в фонд, чтобы чувствовать свою непосредственную причастность к этому замечательному делу». В 2021 году финансирование проектов фонда из федерального бюджета будет сокращено. Впрочем, работа по наращиванию объемов финансирования, в том числе спонсорского, заверил собравшихся Сергей Нарышкин, будет продолжена. На конец года было решено запланировать несколько выставок к столетию службы внешней разведки. Среди других важных проектов – организация историко-литературной премии КЛИУ, а также работы по созданию каталога альбома по фиксации засечных черт. Служба информации Фонда истории Отечества.